Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. ЧП со смертельным исходом. Ну, этим баловался. На пожаре погиб мужчина. Осторожно, летняя резина. Позор, если кишел, вот так вот, винтун. Как прошел первый по-настоящему зимний день, покажем. Вишенка наступает. Все КДС, поступающие из банка, также ни в коем случае не передавать. В стране стало больше кибермошенников. Мы начинаем. Накануне около половины 10 вечера на пульт спасателей поступил звонок от очевидца. Горел жилой дом на Пушкино. По прибытию первого подразделения МЧС из-под кровли уже валил черный дым. Внутри создалось плотное задымление. Со слов соседей, в доме могли находиться люди. Спустя несколько минут после оперативной ликвидации возгорания спасатели проникли в жилище, где на полу одной из комнат обнаружили мужчину. Вынесли на свежий воздух и передали медикам. Те, в свою очередь, вскоре констатировали смерть гражданина 1981 года рождения. Так он не проживал вроде никогда, ничего такого не было за ним. Ну, этим баловался, говорить нечего. Тем более, когда еще отморозил ноги, наверное, вообще за это взялся, наверное, платно. На месте пожара на утро следующего дня нам удалось застать родственников погибшего. Человек, говорят, был творческий, стихи писал, пел, но мог приложиться к горячительному. Однако после возгорания в доме 4 года назад к курению относился ответственно. В любом состоянии окурки тушил. Мог даже, чтобы наверняка водой залить. В результате пожара повреждено имущество в доме, обуглены стены, потолок. Причина такого пожара на данный момент устанавливается. Пока восстанавливать дом близкие мужчины не будут. Остался лишь открытым вопрос с собакой. Ее деть просто некуда. Брат погибшего лишь попросил неравнодушных забрать питомца к себе. За неделю же в городе произошло два пожара. В районе 4 и один погибший. 22 ноября сгорел сарай баня на Слободской. 23 числа ЧП произошло в деревне Коврин. Там огонь уничтожил дачу. Спустя сутки похожая участь постигла баню в деревне Силиба. И в этот же день загорелся трактор на механическом дворе в поселке Юбилейный. Всего за этот период подразделениями горра и отдела по чрезвычайным ситуациям было совершено три выезда на горение мусора и подгорание пищи, три раза на срабатывание сигнализаций и девять на оказание технической помощи организациям и населению. Что такое вишенка и как ему противостоять? Кибермошенничество с помощью смартфонов набирает обороты. Уже зафиксировано более 6 тысяч таких преступлений. По сравнению с прошлым годом этот рост более чем в два раза. Ущерб от действий киберворов превысил 6 миллионов рублей. Чаще других потерпевшими по таким уголовным делам становятся молодые люди от 20 до 29 лет. Именно они значительную часть своего времени проводят в интернете. Самое главное аккуратно относиться в предоставлении реквизитов своих банковских платежных карт. А именно для не предоставлять с оборотной стороны трехзначный номер с банковской платежной карты. Подключить возможно себе услугу 3D Secure, дополнительная защита. Все коды, смс, поступающие из банка, также ни в коем случае не передавать. В случае поступления таких звонков необходимо сразу же обратиться в контакт Центробанка, имитировавшего карточку, рассказать о ситуации и далее следовать рекомендациям сотрудника банка. Если злоумышленнику все же удалось получить реквизиты или был установлен факт хищения, следует незамедлительно заблокировать карту и обратиться с заявлением в милицию. С приходом первого снега на дорогах города появились жертвы летней резины. Накануне утром на улице Пушкина водитель Рено не справился с управлением и влетел в стоящую спецмашину. Это ДТП произошло утром около 10 часов на улице Пушкина возле моста. Водитель спецмашины пояснил, он ехал в сторону авиагородка, но по техническим причинам остановился. Таксист же двигался в обратном направлении. К счастью, в момент аварии в салоне француза не было пассажиров. Однако движение общественного транспорта на время затруднилось. Мы ехали, работали, посыпали. Заклинило, попало, круг пошел поправить. Он летит с горки и лупанул. Он с горки шел вот так вот винтом и промол машину. В обстоятельствах дорожно-транспортного сейчас разбираются сотрудники ГАИ. Известно, что на задних колесах Рено стояла летняя резина. Но что именно стало причиной аварии, предстоит выяснить специалистам. К слову, на ДТП с участием такси госавтоинспектора выезжают второй день подряд. В понедельник утром на Урицкого водитель сбил пешехода. А уже вечером вторника ДТП на перекрестке улиц Лениной и Советской. Как рассказали участники, столкновение «Фиат» ехал по Ленина. Со стороны Урицкой в направлении Октябрьской. На перекрестке водитель «Форда» не пропустил итальянца. В результате чего одна из машин влетела в забор углового дома. В то же время не стоит забывать и о пешеходах. В осенне-зимнем межсезонье особым поводом для беспокойства становятся пешеходы, велосипедисты и вождики гужевого транспорта. И их безопасность на дороге в темное время суток. Пренебрежение простыми мерами приводит к тяжелым последствиям. Именно поэтому каждый из нас не только должен осознавать опасность, которая таит в себе дорога, но и соблюдать правила. Однако в действительности зачастую происходит по-другому. В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов с 19 по 24 ноября Госавтоинспекция проводила профилактическую акцию «Время стать заметным». В рамках которой инспекторы районного отдела ГАИ отправились в агрогородок Горбацевичи, филиал агрокомбината Бобруйского комбината хлебопродуктов, чтобы еще раз напомнить сотрудникам предприятия, как это важно быть заметным. Но как обычно, дорожные милиционеры приехали не без подарков и вручили всем световозвращающие жилеты и нарукавники. Все работники филиала агрокомбината КХП, водители, механизаторы, животноводы, все имеют специальную одежду, которая обозначена световозвращающими элементами. При движении на работу, с работы мы заметны в темноте. Важно не только иметь светоотражатели, но и правильно их разместить. Фликер должен находиться спереди. Если это нарукавная повязка, надевайте ее на правую руку. Обозначенный таким образом пешеход дает возможность водителю своевременно его заметить и избежать наезда. Нас всегда приучали к тому, что светоотражающий элемент очень важен и должен присутствовать на одежде любого человека. В темное время опасность совершения наезда увеличивается по сравнению со светлым в 9 раз. Поэтому нужно быть как можно более заметным. Именно фликеры и жилеты повышенной видимости помогают в этом. Для подтверждения наших слов сотрудники районной госавтоинспекции провели эксперимент на трассе со светоотражателем и без него. И как можно заметить на кадрах, без специального приспособления человек становится незаметным уже спустя 25 метров. А это очень мало для того, чтобы водитель сумел правильно среагировать на ситуацию. С фликером более 200 метров видимости. Цена вопроса от 3 до 7 рублей. Вот только стоят ли эти деньги в вашей жизни? Должен понимать каждый, что от быстроты того, как водитель обнаружит на проезжей части движущегося того же пешехода, велосипедиста, опять же, зависит правильное действие водителя. Ну и в конечном итоге преследуется одна цель, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. В ближайшие дни синоптики прогнозируют колебания температуры от минусовых до плюсовых значений, а также туманы, дожди и снег. В связи с этим на отдельных участках дорог возможно внезапное образование гололедицы. Поэтому водителям стоит выбирать сдержанность или вождение. Необходимо повысить бдительность при проезде пешеходных переходов, пристегиваться всем сидящим в автомобиле, обеспечить безопасную перевозку детей. Кроме того, уже с 1 декабря сотрудники госавтоинспекции будут штрафовать водителей за езду на летней резине. Всего же с начала года в республике совершено 2750 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 395 человек погибли и 2939 получили травмы. При этом в темное время суток произошло 870 ДТП, в которых 202 человека получили смертельные травмы, 833 ранения. Кристина Рианц, Павел Зуев, Итоги недели. Это была «Сирена». Но больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Образ ведущей создан благодаря салону красоты «Бьюти Лап» на Советской 83. Я Кристина Рианц. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова